Тик и Лео Тик и Лео Тик и Лео О, смотрите, свинка, что-то я ее раньше не видел А я ее знаю Это Лада Ее семья недавно в нашем лесу поселилась Ха-ха, кажется, наш Куба того влюбился Ах, любовь, любовь Вижу, друг мой, сердце твоего коснулось прекрасное чувство Позволь рассказать тебе одну историю Когда-то давно жила принцесса-лебедь Настоящая красавица И добивались ее руки трое женихов Первый нырнул на дно моря и достал жемчужину Смотри, как я убею нырять Я самый лучший Второй залетел на самую высокую гору И принес оттуда драгоценный камень Смотри, как высоко я летаю, принцесса Самый лучший, это я Стал третий лебедь думать Какой подарок сделать принцессе? Долго летал он в поисках достойного подарка Совсем отчаялся Но однажды, пролетая над поляной Увидел подснежник Подарил он этот подснежник избраннице И сказал, что лишь первый весенний цветок Достоин ее красоты И принцесса сделала свой выбор Отдала свою любовь третьему лебедю Потому что он, в отличие от других Не о себе думал, а о ней Эээ, так чего? Я не понял Кубе надо девчонке подснежник подарить Так ведь поздно для подснежников Дело не в подснежниках О, не робей А просто подойди к избраннице И сделай что-нибудь От чистого сердца Куба! Стой! Легенды, это, конечно, хорошо Но ты ведь у нас, это, не лебедь Кто же в таком виде знакомится? Она с тобой говорить не станет Куба, ты же перепачкался от копыт до хвоста Не вешай пятачок, Куба Мы тебе поможем Лебеди, конечно, не обещаем Но привлекательным кабанчиком станешь Это я тебе точно говорю Куба, терпи Красота требует жертв Ну вот, Куба, теперь ты самый симпатичный кабанчик в лесу Погодите Чего-то не хватает Куба, ты теперь, конечно, чистый Но какой-то невзрачный Ну ты не расстраивайся Сейчас мы тебя украсим Куба, терпи Ну вот, другое дело Не хуже лебедя И помни Ты самый яркий кабан во всей тайге Давай Да не расстраивайся, Куба Девчонки просто ничего в красоте не понимают А может, она просто не из тех, кого ярким видом привлечь можно? Так, чем же нам, то есть Кубе, тогда ее привлекать? Нужно совершить что-нибудь смелое, героическое Подвиг! Точно! Куба, хочешь с волком подраться? А горную реку переплыть? Ну, хотя бы... Большой овраг перепрыгнуть! Ничего не выйдет, Лео Куба боится подвиги совершать Ничего Есть у меня одна идея Стой! Где стоишь, свинка? Сейчас я тобой пообедаю! Это волк! Бежим! Не бойся! Наш Куба, знаешь, какой смелый Любого волка одолеет Сдай волку! Нет-нет, Лада, стой! Как больно ты меня ударил, герой! Ой! А я уговорил, ничего не выйдет Не бойся, смея! О-о-о, чую, чую. Славный, упитанный десерт. А ну, стоять! Да ладно тебе, Куба. Ну, подумаешь, какая ты девчонка. Ты ей обязательно понравишься. Ты же такой, такой. Славный, упитанный десерт. Ладно. А в другой раз вам от меня не уйти. Кажется, мы опоздали. Я не понял. Это что, Куба волка прогнал? Ну ты-то, небось, сразу бы сбежал. Я? Ну не... Как сказал мудрец, будь собой, и перед тобой откроется сердце другого. Таёжный патруль Я вот иногда думаю, Лео, какая же наша тайга большая и красивая. Это точно, Тик. А вот интересно, есть же и другие страны? Конечно, есть, дети. Мапа-пандига, а расскажите что-нибудь про другие страны. О, это очень интересно. Есть, к примеру, земля, в которой снега никогда не бывает. Ещё скажите, что там полосатые олени водятся. Водятся только не олени, а лошади. Вот, послушайте. Земля эта Африкой зовётся. Много там чудных животных. Великан с лапой вместо носа. Зубастая ящерица размером с хорошее бревно. Зверь с такой длинной шеей, что может листья в самой верхушке дерева достать. И хоть с виду они другие, а всё равно на нас похожи. Так же, как мы дружат, так же землю свою любят. А бывает, что и в беду попадают. Так вот, слышал я, что на такой случай в них в Африке особая команда героев есть. Зовутся они хранителями. Если кому-то из зверей помощь нужна, они тут, как тут, всегда выручат, всегда помогут. Слава о хранителях по всему свету ходит. О, здорово, наверное, хранителем быть. Вот жил бы я в этой, в Африке, сразу бы в хранители пошёл. Тик, а зачем нам Африка? Давай тоже такую команду соберём. Здесь у нас, в тайге. У-у-у, Лео, вот это ты здорово придумал. Лео и Тик – хранители тайги. Нет, Тик, хранители уже есть. Нужно другое название придумать. Что-нибудь наше, таёжное. Так может, это... Таёжный патруль? Ха-ха-ха, здорово! Таёжный патруль спешит на помощь! Ха-ха-ха-ха, ой, не могу! Пятнистый с полосатым таёжный патруль! Ха-ха-ха, ой, нас бешили! Ха-ха-ха! Опять вы? А ну, идите отсюда! Ой-ой-ой-ой, а всё равно у вас ничего не выйдет! Опозоритесь только! Да-да, не выйдет! Лео, а кому помогать-то будем? Мила, держи. Ой, мальчики, спасибо! Мы теперь не мальчики, Мила. Мы – таёжный патруль. Так все мы говорили. Идём, Тик, поищем, кому ещё в тайге наша помощь нужна. Спасибо, детишки. Пожалуйста, дяденька-змея. Только мы – это, не детишки. Мы – таёжный патруль. Надо же, а? Скоро все только и будут говорить об этих добрячках. Тьфу! А давайте, а давайте их шишками закидаем, а? Нету. Есть у меня идейка по лучшему. Давай-давай, левее! Хорошо! Привет, бро-бобро! Помощь не нужна никакая! Бобро за добро! Это уж спасибо! Сами как-нибудь справимся! Вступайте! Ладно, таёжный патруль, раз мы здесь не нужны, пойдём отсюда. Это вы таёжный патруль? Ну, тогда другое дело. Вон то бревно ставьте, только аккуратнее. Ай-яй-яй-яй-яй, какая же неприятность! А ну-ка, идите отсюда! Ага, фулера таёжная, а не патруль! Так вы таёжный патруль? Мы! Кто ты ещё? Какое счастье, что вы здесь! Осы на нашем дереве гнездо устроили. Мы теперь в дупло боимся вернуться. Помогите! Ха! Да запросто! Сейчас мы его перенесём! Спасайтесь! Помогите! А-а-а! Ой! Я случайно! Ха-ха-ха! Лео, всё-таки здорово, что мы теперь таёжный патруль. Нас теперь все в тайге уважают. Так, 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 иди вот так. Вам помочь? Мы доставим до самой норы. Ха-ха! Мы же таёжный патруль! А-а-а! Запасите! Помогите! А-а-а! Вы чего? Мы же помочь хотим! Фух! Бобры и белки рассказали, что патруль... Ой, патруль это беда! А-а-а! Ой, ничего не понимаю. Мы разве белкам помогали? Тик, а я, кажется, понимаю, кто за этим стоит. Спайк! А зачем нам ловушка? Хе-хе! А вот зачем! Пятнистые с полосатым скоро здесь проходить будут. Тут-то их и ждёт сюрприз. Ха-ха-ха! Спайк! Спайк! Тихо! Ха! Здорово я всё подстроил, а! Теперь весь лес от таёжного патруля как от огня бежит! Так я и знал. Опять ваши проделки? Но сейчас мы вам покажем. Самозванцы! Ха! А сначала догоните! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! 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 Эй, детисый патруль! Давай теперь вообще из ноги выгонять! Ах ты! Ну я тебе сейчас задам! Ха-ха-ха! Видели, видели! А-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! В свою же ловушку и попались! Ха-ха-ха-ха! Эй, патруль! Где вы там? Помогите нам! Пожалуйста! Да, пожалуйста! Нет уж! Подумайте над своим поведением! Эй! Вы это куда? Стойте! Не уходите же, ну! О, Мапа! Здравствуйте! Мы теперь таежный патруль! Герои! Может, знаете, кому тут поблизости нужна помощь? Не знаю, дети! А, может, дух тайги подскажет? Ему все в лесу ведомо! Да как же он подскажет? Он же не разговаривает! Разговаривает! Знаками! Надо только знать, куда смотреть! Кому-то там нужна наша помощь! Спасибо, Мапа-Пандига! Таежный патруль! Вперед! Патруль! Хотя бы какой-нибудь патруль! Вытащите нас отсюда! И кому тут помощь нужна? Фух! Что-то я никого не вижу! Мы тут! Помогите нам! Не мешайте! Мы ищем, кого тут, это... Спасти нужно! Так ведь их и нужно спасти! Кого? Харс? Так это они же сами эту ловушку для нас подстроили! А мы их теперь спасать должны! Мы же добрые дела совершать хотим! А они только всем вредят! Оставить другого в беде... Разве это доброе дело? Нет! Так герои не поступают! Спать! А зачем вы Лео и Тигу мешали? А потому что... А потому что все только о них и говорят! Да! Какие они добрые! Да! Какие хорошие! Мы тоже так хотим! А! Все ясно! Лео! Тиг! А возьмите-ка Спайка с братьями в свой патруль! Ммм... Ну, не знаю! Возьмите, а! А мы будем хорошо себя вести! Обещаем! Обещаем! Ладно! Возьмем! Хотя нас под присмотром будете! Молодцы, детки! Ну, тогда таежный патруль... За дело! Доброе дело! Оно и в Африке доброе дело! Так сам дух тайги говорил! Оно и в Африке! Тайна сгоревшего леса! Попала! Попала! Ура! Попала! Ну, тик! А чего сразу тик-то? Они это... Неправильно играют! Верхом нельзя! Привет! Играйте! А можно с вами! Чур, я в команде с Милой! Ну, нет! С тобой три на два будет! Это уже совсем не честно! Ничего, тик! Пусть играет! А мы Мартика позовем! Вон он, в траве! Мартик, давай с нами! Не, я не могу! Мне шишки собирать надо! А зачем тебе столько шишек, Мартик? Это для важного дела! Пойдемте, покажу! А вот тут росла кедровая сосна! Она сгорела! А вот тут елочка! Тоже сгорела! Да, красный олень никого не пощадил! А это мое родное дерево! Ночь пришла, Аля шумит! Старый кедр говорит Тише ветки не шушите Мартика вы не будите Спи, бельчонок, засыпай Свои глазки закрывай Баю-баю птички пели Прилетела колыбели Чудища лесная Но оно не злое Сон волшебный позовет И с собой тебя возьмет И покажет дивный лес Днем полным полно чудес Звей все угомонились В речке рыбки затаялись Наступила тишина Над тайгой взошла луна Эту колыбельную Наше дерево пело Дерево пело? Честно, честно Я ее в шуме листвы слышал Мартик, а шишки-то тебе зачем? Для семян Я их соберу много-премного Посажу И наш лес снова вырастет Так бы сразу и говорил А то придумал какое-то поющее дерево Куба, ты давай это Ямки копай Лес сажать будем Тик, погоди Новые деревья знаешь, сколько расти будут? Сто лет Но должен быть способ побыстрее Нет, детки Такого способа я не знаю Но зато Знаю одну легенду Давным-давно это было Спустился с неба в тайгу Огромный красный олень И заполыхал весь лес Таким сильным было пламя Что даже сам дух тайги испугался Спрятался дух В последнюю шишку На самой вершине Самого высокого кедра Стал кедр к небу тянуться Чтобы духа тайги спасти Не смог красный олень добраться до шишки И отступил Раскрыл кедр шишку Разлетелись семена И там, где они в землю падали Лес на глазах подниматься стал Потому что шишку ту Дух тайги волшебной силой Жизни наделил С тех пор этот кедр и стоит И прозвали его великим За то, что тайгу уберет Вот такая история, детки А я думала Он великий, потому что большой А он, оказывается, всю тайгу спас Надо как-то до самой высокой шишки добраться Вдруг она тоже волшебная Может, лучше обычные семена посадим А Тик боится? Ничего я не боюсь Тик, не трусь Заберемся как-нибудь Когти нам на что? А если ветер? А давайте лучше мы эту шишку Камнем собьем Ребята, смотрите! Еще зимы много! А что дальше-то делать, Лео? Развеем семена с вершины самого высокого дерева Как в легенде Тогда они по всему сгоревшему лесу разлетятся Здесь самое высокое Мое родное дерево Чудища! Бежим! А-а-а! Берегись! Ой-ой! Мартик Ты не говорил, что у тебя там живет Такой Такое Его там раньше не было Оно, наверное, пожар развелось Видели, какое черное? Точно! Это, наверное, пепельное чудище Оно не хочет, чтобы мы семена волшебной шишки посеяли Что же нам делать? Мы его победим! Вот так! Вот так! Вот! Вот! Силы с таким огромным чудищем нам не справиться Но у меня есть план Эй, чудище! Смотри, что у меня есть Волшебная шишка Попробуй-ка, отними! Мяу! Что? Не волшебная? Ха-ха! А волшебная-то? У Мартика! Мартик! Давай! Ой! Как высоко! Мартик! Осторожнее! Ай! 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 Ой-ой-ой! Прилетела колыбель И homes в земной «Чудяще лесное», Но haciendo工фон Оно не злое Волшебный позовём Непойте! Это дух зельса! И собой тебя возьмём Слышите!? И покажет дивный лес В нем полным полно чудес И правда Поющее дерево Как красиво Ура! Ух ты, красота! Ура! Мое родное дерево Я так быстро ожил Ага, чудеса! Любое чудо возможно Если что-то очень сильно любишь И еще неплохо иметь волшебную шишку Ха-ха-ха!